Всем здравствуйте! Сегодня готовим очень вкусный нежный торт. Для бисквита мне понадобится 250 грамм муки, 50 грамм крахмала, 15 грамм какао, пол чайной ложки соли, 300 грамм сахара, 110 грамм или сливочного масла или маргарина. Также понадобится 240 миллилитров кефира, но я в этом раз использую ряженку, 2 куриных яйца, 1 чайная ложка питьевой соды, 1 пакетик разрыхлителя, уксус и краситель. Сначала мы берем сахар и сливочное масло и хорошенечко пробиваем минутки 2-3, чтобы масса посветлела, немножко увеличилась в объеме. Масло обязательно комнатной температуры. После того, как сахар и сливочное масло у вас соединилось, добавляем при включенном миксере по одному куриные яйца, всего 2 яйца. Теперь в кефир или в ряженку добавляем 1 чайную ложку соды и перемешиваем. Добавляем буквально пол чайной ложки уксуса. Добавляем тесто и немножко добавляем уксуса. В каком порядке вы начнете добавлять все эти ингредиенты? И кефир не имеет никакого значения. И осталось в тесто добавить краситель. Краситель берем красный, любой гелевый. Можно использовать сухой, но тогда сухой предварительно разбавьте в кефире. Количество красителя зависит от фирмы. Добавляем, перемешиваем. При необходимости добавляем еще. Добиваемся нужного нам оттенка. Вот такая вот красота. Формочку я использую 21 сантиметров разъемную. Дно застелила бумагой для выпечки и отправляю в тесто. Тесто отправляем в духовку. Выпекаться он будет при температуре 180 градусов. Готовность бисквита проверяем, как всегда, деревянной палочкой. Вставляем посередине бисквита. Если палочка сухая, значит бисквит готов. Бисквит готов. Вот такой он высокий, пышный получается. Выпекался он у меня в духовке при температуре 180 градусов. Ровно один час. Теперь прям вот по краюшку мы будем срезать шляпку. Вот такая вот красота получается. Бисквит воздушный, нежный, очень вкусный. С помощью ножа, не дорезая до конца, просто помякишь вот так вот проходимся. Вот такая вот чаша. Для этого тортика нам понадобится растопить шоколад. Шоколад я топлю в микроволновке, ставлю на максимальную мощность в микроволновку. И по 5-10 секунд импульсами прогреваю шоколад. Потом достаю, перемешиваю обратно в микроволновку до тех пор, пока шоколад полностью не растопится. Шоколад я растопила. Вот такой вот он получается. И добавляю сухой завтрак. Вот такие вот шоколадные шарики. Берем нашу чашу. И пока шоколад не застыл, вкладываем наши шарики. Равномерно распределяем по всей поверхности. И отправляем ненадолго в холодильник. Тем временем будем заниматься кремом. Для крема мне понадобится 500 мл жирных сливок. Жирность у 33 и выше. Главное, чтобы они были холодные и жирные. Также понадобится желатин. Я его заранее замочила. Здесь 14 грамм желатина, 50 грамм воды. И творог. Пачка творога 200 грамм и 80 грамм сгушенки. Для начала взбиваем сливки. Вот до такого состояния необходимо взбивать сливки. Пока отставляем их в сторонку. И пробиваем творог и сгущенку. Я распустила желатин в микроволновке. Теперь беру небольшое количество сливок. И добавляю в желатин. Это делается для того, чтобы выровнять температуру. Если мы в холодные взбитые сливки добавим теплый желатин. Он просто паутинка такой скрутится. В сливки добавляю творог со сгущенкой. Крем готов. Такой он консистенции получается. На данном этапе вы можете попробовать крем. Если вам крем не сладкий, мало сахара, то можете добавить сахарную пудру. Добавляете по чуть-чуть. Пробиваете все это миксером. Пробуйте. Если еще надо, то добавляете еще. Я не стала добавлять сахарную пудру, потому что сливки сами по себе сладенькие. Кстати, в этом рецепте сливки вы можете заменить на отвешенную сметану. Но тогда необходимо обязательно будет добавить сахарную пудру примерно 100-120 грамм. Добавляем бананы. Берем бананчики. Можно немножко вот так вот краешки срезать. Продолжение следует... Продолжение следует... Какая красота получилась. И серединку, которую мы доставали из тортика, берем и разбираем. Вот такой красавец получается. Сейчас отправляем его в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Продолжение следует...